Господу, братья и сестры, действительно замечательное событие, о котором мы поем, говорим, о котором мы радуемся, с которым поздравляем друг друга – это воскресение Христова. Это то событие, о котором Церковь Господня всегда говорила, что это праздник праздников и торжество торжеств. Это то, что принесло благословение, утешение, мир, радость, благодать в жизнь нашу. Я хотел прочитать для нас местописание, которое записано в Евангелии от Марка, 16 глава, с 9 стиха. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего, не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, то есть благую весть всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Действительно, воскресение Христово – это то, что наполнило смыслом, радостью и утешением всех уверовавших во Христа Иисуса. Это наполнило смыслом тончайшего философа, который стал апостолом Павла, и грабаков, которые тоже стали апостолами. Казалось, что могло бы соединять этих разных людей? Что могло бы соединять разных людей в наше время, которые могут жить совершенно в разных местах, в разной культуре, говорить на разных языках и в то же самое время иметь что-то одно? Это воскресение Иисуса Христова, что могло дать силы простым людям, которые не были какими-то идейными фанатиками, которые были простые люди, хрупким женщинам, молодым и старым смотреть смерти в глаза и встречать ее с радостью, зная, что что-то более великое, прекрасное ожидает их в будущем. Христиане – это не мазихисты, которые с поврежденным умом и психикой наслаждаются болью. Нет. Христианство – это праздник жизни, это праздник радости, утешения и благословения, которое открыло для человека воскресение Иисуса Христа. Слава нашему Господу! Христианство – это действительно праздник жизни. Не зря Писание говорит нам, что «как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших», говорит Господь. А что такого высокого воскресения Иисуса Христа? Что такого необычного? Что такого совершенно другого, абсолютно отличающегося от всего того, что было раньше, произошло в воскресении Господнем? Ведь и до Христа воскрешали люди. Хотя я не знаю, можно ли сказать, что есть что-то обычное в любом воскресении. Ведь это самое высшее чудо, когда кто-то восстает из мертвых. И в то же самое время воскресение Иисуса Христа отличается от всего того, что было до этого. Ведь и люди, которые воскрешали до Христа, которые восставали из мертвых, они восставали такими же, какими они были до своего воскресения. Не менялась их природа, не менялась их сущность, они оставались такими же людьми. И те, которые восставали из мертвых, они продолжали переносить тяготы жизни, болезни, скорби, тленность и смерть. Мы даже не уверены, те люди, которые были воскрешены из мертвых, были ли они рады этом? Ведь опять надо было переходить все то, что привело их к их первой смерти. Они возвращались в свою обыденную обстановку. Им надо было идти к своим домашним, к своим женам, к своим детям. Им надо было опять возвращаться на работу. Им надо было опять переживать все то, что переживает любой человек. Все то, что они переживали до этого. Они точно так же зависели от той земной обстановки, в которой они находились. Их жизнь нуждалась в поддержке. Но то, что произошло со Христом, не входило ни в какие рамки мышления человека. Не входило ни в какое представление того, что же все-таки принесло воскресение Иисуса Христа. Да, Иисус Христос вернулся к своим. Но как? Эти апостолы – замкнутые двери. Они испуганы, сидят вместе и не слышно стука «впустите меня». Не слышно возгласа «помогите мне, примите меня, дайте мне одежду, позаботьтесь обо мне». Наоборот, вдруг откуда ни возьмись, он стоит перед ними и говорит «не помогите мне», а говорит им «мир вам». Они были настолько ошеломлены этим, они были настолько испуганы, что подумали, что видят призрака перед собою. Неужели это явление обычного человека? Двое из них идут по дороге в Маус, вдруг становится с ним кто-то рядом. Точно так же, как простой человек идет с ними, точно так же садится для того, чтобы преломить пищу, и вдруг его не становится перед их глазами. Это настолько, как говорится, протрезвело их, что они поняли, что здесь что-то не так. Это Господь! Они встают и в поспешности возвращаются в Иерусалим. Может, даже где-то бежали, где-то быстро шли, и, вернувшись туда, находят, что он уже встретил Петра и говорил с ним. И в то же самое время, какое необыкновенное явление! Тот, который проходит через стену, тот, для которого нет уже препятствий ни двери, ни замки, ни засовы, говорит им, Фоме, подойди ко мне, вот мое тело, потрогай мои ребра, вот мои раны, посмотри их! Тот, который не нуждался в том, чтобы ему кто-то помог переместиться с места на место, для которого уже не существовали никакие рамки времени или материи, говорит им, Дух плоти и костей не имеет, как вы видите у меня, посмотрите, это Я, это Тот, Который был вместе с вами. Тот, для Которого было открыто все, Который не имел нужды ни в какой поддержке для своей жизни, Садится и ест перед ними, как простой человек, Для того, чтобы они убедились, что это Он, что это их Христос. Что же произошло со смертью и воскресением Христа? Что такое особое, что вселяет сегодня надежду для нашей души? Почему мы радуемся этому, как будто это относится напрямую к нам? Там произошло то, что произошла перемена природы человека во Христе Иисусе. Христос своей смертью и воскресением сделал то, что невозможно было сделать никому и никогда. И до Него были жертвенные люди, и до Него были люди, которые старались жить свято, и до Него были люди, которые могли отдать свою жизнь за кого-то другого. Но никто не мог сделать то, что сделал Сын Божий. Ведь подумайте, спасая человека, спасая нас с вами, Он принял на Себя нашу поврежденную природу. Он принял, воплотившись, то, что является неотъемлемой частью человека, нашу тленность, страстность, нашу смертность. Ведь подумать только, обитавший в неприступной славе, воплотившись, почувствовал боль, страдание, позор, предательство, насмешки, побои и смерть. Вы знаете, вот для нас, как для людей, в этом нет ничего особенного. Мы рождены в это. Это то, что нас окружает с нашего детства. Или на себе мы это переживаем, или мы видим тех, которые рядом с нами. И для нас это совершенно обычное состояние понимания. Христос же по воплощению Своему принял то, что совершенно противоестественно для Бога слабы. И сделал Он это для того, чтобы исцелить, поднять, обновить, возродить человечество. Но человечество не просто в цифрах, не просто в массе, не просто в количестве, а именно в природе. И поэтому воскреснув из мертвых, Христос подходит к Своим ученикам и говорит, вот то, о чем Я говорил вам, вот то, что Я хотел доказать вам, вот то, что Я хотел принести для вас. Но что же это? Что же ты хотел, Господь наш, показать нам? А то, что воскреснув из мертвых, тот, который, как обычный человек, ел и пил с ними, тот, который показывал себя Фоме, тот, который хотел, чтобы они и мы вместе с ними удостоверились, что это был тот, которого сняли со креста и положили во гробе, тот же самый уже не подвластен тлению. Именно о нем написано, что смерть уже не имеет над ним никакой власти. Но не только это. О нем сказано, что он вознесен во славе. И тот, на которого взглянул Иоанн, богослов, говорит, что и вот подобен Агнцу закланному, и в то же самое время смотрит, и это левый с колена Иудина. Как так может быть? Это то воскресенье и обновление, которое принес с собой Иисус Христос. Тот, которого хотели побить камнями, говоря, «Кем ты себя делаешь, будучи человеком?» Возносится во славе, и перед ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Восседая во славе Божьей, Бога Отца, Его воплощение, смерть и воскресенье исцелило, спасло, восстановило природу человека. Бог во Христе сделал необычное. Он поднял человека на небывалую высоту, о чем никогда не мог подумать никто из живущих на земле. И поэтому Писание говорит нам, что как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, говорит Господь. Ведь чего ожидали ученики? Чего мечтали те, которые были, которые ходили рядом с Ним, которые ожидали царствия? Чего они ждали? Обескураженные после смерти своего Учителя. Ведь они мечтали о царстве. Они мечтали о хорошей жизни. Они мечтали, что вот придет Спаситель и все станет на свои места, и мы подцарствуем вместе с Ним. Да и не только до этого. И после Его воскресения, вы помните вопрос, который они задают Ему? Господи, не в это ли время Ты восстанавливаешь царство Израилю? Ведь Ты же уже воскрес, Тебе же ничего не страшно. Вот теперь, наверное, все станет на свои места. Ученики мечтали о царстве в этой жизни. Ну а потом что? Ну подцарствуем немного, а потом что? А потом такая же смертность? А потом такая же жизнь в своих пороках и грехах? А потом такая же смерть? А дальше что? Христос превзошел все ожидания человека. И когда им открылась сила воскресения, когда для учеников стало ясно и понятно, что все-таки принес Христос в своем воскресении жизни, они забыли о земном царстве. И те, которые хотели сесть один по левую, по правую сторону в своих посланиях, пишут раб Иисуса Христа. Уже совершенно другие ценности. Они пренебрегли всем. Они пренебрегли даже своей жизнью. Казалось, самым дорогим, что есть для человека. Только для того, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Сколько претерпела первая церковь. Они с радостью приняли расхищение своего имущества. Они с радостью принимали побои и поругания. Их кровью был окроплен амфитеатр. Их бросали зверям. Они пережили жуткие гонения и страдания. Почему? Неужели они не хотели жить так же, как и другие люди? Неужели они не хотели просто жить и радоваться жизни и тому, что их окружало? Конечно, хотели. Но со всем этим они знали, что есть что-то большее. Что есть что-то более высокое и славное, которое открыло для них воскресение Христа. И поэтому они могли смотреть в глаза опасности и трудности. Они хотели войти в жизнь вечную. Вечное спасение, открытое Христом. Христос в Своем воскресении показал, что ожидает верующего человека. Он показал, что Он предлагает для того, который отдает жизнь свою ему. Поэтому Он и назван вторым Адамом. Потому что как от первого мы рождаемся в эту простую, обычную земную жизнь. Со всеми ее пороками, грехами, проблемами, трудностями, унаследуемыми от первого Адама. Так от Христа мы получаем семя новой жизни. И христианство, уча спасение, не учит просто о том, что вот не будет наказания. Что вот какая-то Бог вот защитит и не попадет человек в ад, и вот он будет все-таки хорошо жить. Вы знаете, этот мир, он живет по такому принципу, чтобы у нас все было и чтобы нам за это ничего не было. К сожалению, иногда и христиане думают прожить так. Чтобы все было и все можно было, что только можно было взять с этой земли. Ну и чтобы в вечности мне за это ничего не было. Чтобы все-таки Христос своей праведностью закрыл меня от гнева Бога Отца. Христианство учит о спасении всего человека, которое начинается с возрождения, с перемены нашей природы, которое показал в себе Иисус Христос. Ведь подумайте, от чего больше всего печали, страданий и переживаний в жизни нашей? Это не от нашего окружения. Мы сейчас живем лучше, чем когда-либо люди жили и даже думали и мечтали, что так можно жить. Да нет, человек страдает от того, что в сердце его происходит, в душе происходит. Именно поэтому Христос говорил, что именно это оскверняет человека, а не то, что он ест что-то неомытыми руками. Спасая человека, Христос предлагает новое рождение. Христос предлагает обновление. И это новое рождение от нового Адама. Это новое рождение дает жизнь вечную не только в смысле того, что она без конца дней. Не только в том, что она будет продолжаться день за днем и никогда не будет этой остановки. Да это будет и для погибших. И те люди тоже не перестанут существовать. Говорится о совершенно другом состоянии, которое Господь предлагает для человека. Это состояние чистоты и святости, состояние добра и жизни. А потом, после этого полного восхищения Царства Божьего, жизнь без горя, страдания, слез, болезней, усталости, переживаний, трудностей и смерти. Мы даже не можем это себе представить. Для нас, землян, которые родились на эту землю, мы даже не представляем себе о том, что жизнь может быть еще какой-то другой. Воскресение Христова открыло и наяву показало тем, о которых Он сказал, что вы будете моими свидетелями. Вы увидите то новое духовное тело. Вы увидите то новое состояние, которое я обещаю вам и которое вы должны понести другим людям. И поэтому, познав это, и апостолы, и первые христиане, они без страха могли идти на смерть. Они без страха и сожаления могли расставаться со всем тем, что, казалось бы, самое дорогое, что есть на этой земле и в этой жизни. Потому что они знали, что есть что-то лучшее. Они знали, что их ожидает что-то более благословенное и радостное. Но вы знаете, не только их, а и нас с вами. И нас с вами, братья и сестры. Ведь и до сих пор, хотя изменилось многое, совершенно изменился быт и стиль жизни людей, но и до сих пор человек рождается на эту землю в пораженной природе. Природа, которая наследует тление, которая склонна ко греху, которая склонна к пороку, которая со временем становится хуже и хуже, и доходит до того, что человек умирает в беспомощности и бессилии. Поэтому воскресший Христос приглашает человека в свою жизнь, в жизнь святую, прекрасную. И войдя во Христа, рождаясь от воды и духа, человек получает это семя новой жизни, которая вселяется в душу нашу для того, чтобы, возрастая, больше и больше приближать нас к жизни вечной. А что дальше? А дальше Писание открывает нам, как нужно жить, чтобы укрепляться в этой жизни, чтобы это семя жизни не было затоптано, заглушено, оскорблено, уничтожено не где-то кем-то, а самим человеком, который приобретает это в своей жизни, в себя самого. И наоборот, Писание учит нам, что делать так, чтобы это семя росло, укреплялось, увеличивалось, что делать и как жить, и как построить свою жизнь, чтобы дойти до полного возраста Христова. Это и то, что и называется духовной жизнью, спасением, которое принес Господь человеку. Поэтому мы ходим в церковь, поэтому мы живем с вами вот этой жизнью, которую Бог дает нам, со всеми ее переживаниями, трудностями, радостями, скорбями и благословениями. И все это дано Богом для одной только цели, не для того, чтобы мы как-то постарались здесь, на земле, прожить нашу жизнь как можно легче, и сказать, вот благословенная жизнь. Бог дает нам такую жизнь, именно нам, именно в том, где мы живем, и как мы себя ведем, и все, для того, чтобы как можно ближе приблизить нас ко спасению, чтобы научить нас, как это семя жизни, вошедшее в душу нашу, возрастить до полного возраста Христова. Это стоит очень многих усилий, это стоит очень многих стараний, но все это стоит этого, когда мы смотрим на нашу жизнь через глаза вечности. Да, если смотреть через глаза земли, то и смерть Христа была трагедией. Как жаль, молодой человек. Но когда смотреть со стороны вечности, это изменение, это благословение, которое тяжело представить для души человека. Ведь даже сподвижники, те люди, которые достигали какой-то духовной высоты, даже на этой земле, они уже показали, какой славной, радостной, веселой, мирной и счастливой может быть жизнь христиан даже среди этой земли, среди скорбей и переживаний. Многие из этих людей, которые показали в себе высоту духовной жизни, по любым стандартам этого мира, это были несчастные люди. Многие из них были больными, с определенными трудностями. Их считали за нищих. Но подумайте, к этим несчастным людям приходили счастливые, чтобы получить у них благословение. Они приходили к этим людям, и после одной беседы с ними преображались в глазах, в душе, в сердце своем, потому что они соприкасались со святым человеком, который даже среди этой земли почувствовал, что может сделать Господь с человеком, преданным Ему, который дает возможности этому семени жизни больше и больше прорасти в душах наших. Как наполняется счастьем даже наша с вами жизнь, когда мы ходим в обновленной жизни. Как замечательно, когда ты приходишь в дом, где царствует Христос, где жена и муж находят Божье благословение, взаимопонимание, радость. Неужели они совершенно одинаковые, безгрешные люди? Нет. Но они желают войти в воскресение Господня и преобразиться в Его образ. Как замечательно, когда такой человек приходит на работу, приходит среди своих друзей, знакомых. Какое состояние мира и благословения присутствует тогда? А когда этого нет, мы читаем эти записки, где, ну кажется, это же ад, а не жизнь, жить в таком доме, где нет этого. Какое благословение мы переживаем даже здесь на земле, ходя в обновленной жизни? Я не знаю, я думаю, наверное, вы согласитесь со мной, что все наши самые лучшие воспоминания, они будут связаны со Христом. Они будут связаны с тем, который благословлял нас, который присутствует в жизни нашей. А то, что ожидает нас в вечности, трудно даже представить. Трудно представить. Вы знаете, наверное, все-таки полезно иногда задуматься об этом. Что произойдет с нами в миг, во мгновение ока? Я не раз думаю, когда придешь в больницу к пожилому человеку и думаешь, что произойдет? И ведь все знают, это осталось несколько дней, что произойдет в это одно мгновение? Руки уже не поднимаются, ноги не ходят, глаза не видят, уже человек стоит на пороге смерти, и вдруг одно мгновение ока и совершенно другая жизнь. Кристально чистый разум, замечательная память. Человек свободен от того тела, которое сжимало и сдавливало его душу. Человек в ожидании чего-то нового. Самое главное, может войти в присутствие того, которого любила его душа всю его жизнь. Что происходит со старым и слабым? Что происходит с молодым и ребенком, которых тоже иногда жизнь прерывается? Если они ходили во Христе, если они любили Господа, можно только представить себе, что происходит в это одно мгновение, когда совершенно другой мир, совершенно другое состояние. Ведь и Христос, еще будучи молодым человеком, показал на себе, какое величайшее благословение Он принес для нас людей. Он тот, о котором сказано, что Он первородный между братьями, чтобы показать, на какую высоту Господь хочет поставить человека. Действительно, праздник Пасхи – это праздник жизни, это праздник благословения, радости и утешения. Это не праздник печали, это праздник радости во Христе Иисусе. И Господь дает нам эту жизнь, чтобы в этом празднике, в этой радости, в этой новой жизни, обновленной во Христе Иисусе, мы могли возрастать и утверждаться в нашем Господе. И поэтому я еще раз хотел вместе с вами, перед небом, землею и друг другом провозгласить эту прекрасную, благую весть. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Давайте прославим нашего Господа. Благословен. Пораешь! ПО ДУВИНИИ! Благословен. ПО РОУГРА МЕЛАВИНИИ! ГОНОД Guillboat з就 também.